Что меня первое интересовало? У нас в гостях Леонид Ройтман, он живет под Нью-Йорком, я так понял, да? В Нью-Йорке. В самом Нью-Йорке, да? А какой район интересный? В Бруклине. В Бруклине, да? Ага, я ездил туда в Бруклине, был когда в Нью-Йорке, интересный. А там в основном на русском говорят, да? Нет, я живу в Байоличе, где итальянцы живут. Как у вас жизнь там? Чем сейчас занимаетесь? Нормальная жизнь, все в порядке, все нормально, тихо, спокойно. А какой бизнес там или что у вас? Мы работаем с Узбекистаном и с Россией. Это поставки какие-то, да? Да. А что поставляете оттуда? Поставляем оттуда хлопковые изделия. Ага, ага. А с Казахстана, да? Да. На Америку? Да, на Америку тоже. Смотрите, ваше интервью тогда, оно и на меня произвело впечатление, которое вы дали в Нью-Йорке, в Север, да? Да. Оно так произвело на меня впечатление, и я все время находился в Киеве, тот период времени, который вы описываете. Мы, пожалуй, даже ходили, наверное, по одним улицам, по одним ресторанам, но как-то не писали. Я даже ходил в свое время в этот Киев-Донбасс, там был спортзал, такой спортзальчик, да, и клуб, меня туда привели, и какое-то время я даже туда постоянно ходил. А потом перешел в спортзал Кадакан, к Суркису, да. Да. И получилось так, что вы описываете людей, которые, оказывается, рядом были все. И я не буду спрашивать, насколько это правда, тем, кому надо, посмотрят ваше интервью, вот. А мы поговорим, знаете, о чем? Вы наблюдаете вообще, что происходит в Украине? Конечно, я наблюдаю за событиями, которые происходят сейчас в Украине. Вы упоминали несколько человек, которые побывали у нас на очень высоких должностях. Каких, например? Например, Галитей, он возглавлял Министерство обороны. Ни много, ни мало. А в ваших воспоминаниях он тоже какой-то соучастник или участник вот тех нелегких дней? Понимаете, Геннадий, какая ситуация была смешная у нас? В 95-м году Али Константиновский, Игорь Тарасенко и Юрий Тарасенко были арестованы в Америке. И после чего у них закрылось удачно все, им не предъявили обвинение, они уехали на Украину. Но Олег Юрьевич Асмаков, у нас была информация тогда от Могилевича, что его подали в Интерпол американцы. И так как в нашу группу входили на тот момент Олег Юрьевич Асмаков, который ее возглавлял, я, Славик Константиновский, Али Константиновский, Игорь Тарасенко. Мы как бы делали крышу Киев-Донбассу. А зачем ему нужна была крыша такая мощная? Ну, они-то в тот момент воевали с Донецким. И Донецкие были у них партнерами в Киев-Донбассе. Мы их выгоняли оттуда. Такое рейдерство было своеобразное на то время. А вот мне интересно, знаете, что заинтересовало? Что вы рассказывали, что Титан тогда формировался из людей, которые, в общем-то, могли ходить с оружием, и, в общем-то, из людей преступного мира. Да, такое было тоже. Это при кучме, получается? Он дал добро, санкцию? Нет, мы на более низком уровне, на уровне Кравченко получали эту санкцию. А Кравченко давал добро такое? Да. Он же министр МВД был, в общем-то, что же получается. То есть министр МВД нужны были такие люди, специфические, да? Ну, допустим, я вам объясню, что после убийства Щербаня у нас в офисе в Киеве-Донбассе собрались три силовых министра. Ого. Министр МВД, министр обороны. И СБУ, наверное. Это Деркач тогда был, или кто-то? Деркач, да. Это все окружение... Тогда был не Деркач, тогда был Радченко. А, Радченко. Ага. А чего они собрались в офисе и что решали? Три силовых министров. Мы как бы мирили между собой. Грилшпан тогда был президент Киев-Донбасса, и он мирил этих трех министров между собой тогда. А что они делили, эти министры? Ну, много чего тогда делили. Ну, попросту эти большие заводы, да? Шла захват больших заводов. Да, да. А получается, что Леонид Данилович таких людей назначал? Он знал вообще об этом, или нет? При нем. Конечно, знал. Кучма изначально был связан с преступными авторитетами, такими, как Иванько. А я знаю, Могилевич в какой-то период даже прилетал в Киев. Конечно, это был период Деркачей. Ага. Он прилетал в Киев, встречался с президентом. Да. А зачем это президенту, на ваш взгляд? Ну, Кучме нужны были силовые акции. Ага. Он же тоже заказывал. Зачем Кучме было убивать Гангадзе? Ага. Ну, тут же говорят, спорят, что убивал, не убивал, или просто кричал в кабинете. Ну, как он обычно это делал. А то, что потом исполнили, ну, исполнили. Просто, смотрите, у нас же тут идет такой процесс, что кто не приходит из президента в новых, никто не поднимает вопрос о тех временах Агангадзе. Их начинают замалчивать и сейчас замалчивает. И вот новый президент Порошенко, он тоже это дело обходит стороной. То есть оно не поднимается. Ну, это потому, что на манеже все те же. То есть Порошенко что, участник вот этой всей Кодла, можно даже сказать. Я даже в этом не сомневаюсь. То есть он, я знаю, что он очень активно работал как раз при Кучме. Он был еще молодой народный депутат. Он тогда в группу «Солидарность» входил вместе с Суркисом и Медведчуком. Да. Вообще, что это за ветка получается такая? Получается, что Кучма ушел и Кучма пришел. Кучма никуда и не уходил. Он как оставался самым мощнейшим лидером, так и остается на сегодняшний день. И заметьте, что переговоры с Россией по Минску ведет сегодня не Порошенко, а с Грызловым, а Кучма с Медведчуком. Ну, это я заметил. Мы даже это все упоминали, что странно. При живом президенте президент старый ведет. Да. То есть это потому, что они все из одной группы. Конечно. То есть получается, что при Порошенко нам ждать каких-то изменений серьезных не стоит. Думаю, что нет. Вот объясните нашим слушателям, как эти завязки работают по столько лет. Нет прямых, как бы, улик никаких. Да, есть косвенные какие-то улики. То есть одни и те же люди на манеже крутятся, возвращаются во власть старые люди. Что связывает так сильно? Преступные УЗы. Да, и с них уже что, выйти нельзя никому? Конечно, они все повязаны кровью. И что, получается, что все концы все равно уходят туда, к Могилевичу? За Могилевичем еще стоят более высокие люди, которых я даже боюсь называть в интервью на сегодняшний день. А вы тогда говорили, смотрите, получается, что вы называете до Севы Могилевича, да? А дальше нет. Да. И это второй или третий раз я слышу уже. То есть там в интервью. Что же это за чудо люди? Эти люди были связаны с солнцевской преступной группировкой. На сегодняшний день они народные депутаты и олигархи. У нас или в России? В России, но они завязаны на украинских политикам. То есть вот эти связи, это по линии газа происходит? Нефть, газ. По линии газа, нефти и других вещей. Допустим, Слай Константиновский, если у вас такой депутат. Да, я знаю, есть. Он входил когда-то в нашу группировку. Вот он конкретно замыкается на этих людей. И он напрямую с ними работает? Конечно. Я отдыхал в Майами, и там в одном из дорогих ресторанов я видел Константиновского. То есть он спокойно въездной в США. Когда это было? Это было позапрошлом, наверное, году. Я знаю, но на сегодняшний день он побаивается ездить в США. Потому что меня это удивило, вы дали то интервью, а я вот его видел лично там. И, ну то есть, если вы делаете в Америке такие заявления, это как-то возбуждает поисковиков, там, кто там этим занимается, ФБР? Я думаю, что да. То есть они теперь что, занимаются этим? Дело какое-то возбуждено? Я думаю, что да. А вас вызывали, спрашивали, там, выдавали какие-то показания? То есть это идет дело, да? Да. Можно сказать, что это от свидетелей, а нету же свидетелей, получается. Ничего. Ну или же трупы. Трупы есть, но каких же еще надо найти? Нет, но это было... Трупы, которые были в Америке, они есть, их не надо искать. И свидетели есть тоже. Вот на днях был арестован Борис Найтель, такой персонаж. Я не знаю этого. Он когда-то был одним из лидеров нашей группировки в 92-м году. Угу. Ему сейчас светит 25 лет тюрьмы, а ему 70 лет, 68. Ну то есть до конца уже уходит. Да. И он может вполне вероятно начать сотрудничать со следствием. Угу. Сдать более крупных рыб. Да, таких как Вячеслав Константиновский сегодня. Скажите, вы когда выступали, я слушал вас там, это было в прошлом году, у меня поразило это интервью, но я подумал, а вас же тоже могут сейчас, мягко говоря, заказать? Я достаточно серьезно обеспечиваю свою безопасность в Америке. Угу. В Америке это сложнее делать, чем в Украине? Конечно. Только что дороже. А-а. А кого вы еще видите из окружения, возможно, Порошенко, кто сейчас находится у нас наверху из вот этих групп? Давайте вернемся к Гилетееву, как мы с ним познакомились. Угу. И для того, чтобы получить украинское гражданство, нам надо было в 95-м году вернуться всем в Америку. Угу. И там пойти в украинское посольство и получить паспорт, что не заставляло никакого труда. Но так как мы боялись, что нас арестуют в Америке в 95-м году, то мы просто купили тогда на рынке абхазские паспорта. И получили гражданство Украины через абхазские паспорта левые. Ага. А Гилете это пронюхал. Ага. И он наехал на нас тогда, пытался арестовать Славика Константиновского, Арика Константиновского, Игоря Тарасенко. Угу. И меня. Мы вынуждены были на две недели сбежать в Венгрию. Оттуда уехать в Карловы Вары. Угу. После чего мы Гилете посадили на зарплату в 10 тысяч долларов в месяц. А, неплохо. Для начальника УБОП. Хотя начальники УБОП на то время все уже были сросшиеся. Участвовали во всевозможных мероприятиях. Да. Но для 95-го года это была неплохая зарплата. Угу. И на контакте с ним был как раз Славик Константиновский. Угу. То есть я так помню, что дружба тянется до сегодняшнего дня. Конечно. А получается, что, наверное, Порошенко тоже под крышей ходил этой же? Ну, не знаю. С нами он не был знаком. Иначе я не могу тогда объяснить. Сразу назначение первым же министром обороны. Он не сильно справился с Галитей. Ну, и дружба, в общем-то, с Константиновским, который сейчас в парламенте. Ну, это уже было после меня. Не забудьте, что я с 2000-го года не живу в Украине. Угу. Ну, когда-то Славик, Алик, Константиновский работали в ресторане «Метрополь официантами» в Нью-Йорке. Был такой достаточно крупный ресторан, большой, на 800 человек. Ну, и все ходили туда отдыхать, в этот ресторан. Угу. Так мы все познакомились. И братья Суркиса тогда заказали Ефима Островского. Он был один из руководителей «Динамо Киев». Угу. Через Семен Давыдовича Ехимовича. Семен Давыдович Ехимович поддерживал отношения с братьями Константиновскими. Славик Константиновский исполнил это убийство в Квинсе в 92-м году. Угу. После этого на нас обратил внимание Олег Осмаков по кличке Магадан. Угу. И создал из нас группу. После этого к нам начали поступать заказы на убийство. На территории Америки. Угу. От того же Бориса Найфильда, который был задержан несколько дней назад, про которого я вам рассказывал. Угу. Он заказал нам другого преступного авторитета по имени Моня Эльсон. В этом убийстве вся наша группировка, покушение на убийство, была задействована вся наша группировка. Делили бензиновое с верой влияние в Нью-Йорке. Угу. Это тот период, когда разбавляли еще бензин? Или нет? Нет, там были подставные компании. Угу. И уходили от уплаты налогов. А что заставило уехать в Украину? Вот, в принципе, если там, в принципе, шло как-то. Потому что в Украину все въехали, получается, все вместе. После убийства, после попытки убийства Вовы Зильбера, был такой ресторан «Распутин», это были хозяева «Распутина» ресторана. После попытки его убийства он ослеп после этого и прикован был к инвалидной коляске. Слай Константиновский также в него стрелял тогда, на Бруклин-Бридж мосту. После этого официально ФБР арестовали все бензиновые офисы. Угу. И мы лишились источника дохода. Угу. Нужны были деньги. А откуда финансирование в Украине пошло? То есть, я так понимаю, чтобы захватить Донбасс, Киев-Донбасс, это надо было большие деньги иметь. У Киев-Донбасса были свои проблемы. Больших денег не надо было иметь. На тот момент Павел Лазаренко, Юлия Тимошенко и Леонид Данилович Кучма воевали с Донецкими. За сферы влияния. Да, мы помним эту. Достославную войну. И они направили Михаила Петровича Гриншпана и Александра Левина в Нью-Йорк. Переговорить с Вячеславом Кирилловичем и Войковым по кличке Япончик. Угу. Чтобы он навел порядок в Украине. А здесь что, своих не было? Авторитетных людей с оружием? Ну, он как бы навел порядок в России тогда с чеченцами. А. Дерзкий был, да? А? Дерзкий был. Да. И... Ну, не то что дерзкий, он был авторитетный человек. Угу. Пользовался большим авторитетом. В Донецке нас поддерживал, был такой вор Эдик Чирик. Угу. Его убили до Алика Грека. И так мы попали в Киев-Донбасс. Угу. А вот там вы упоминали венгерский долг. В интервью, что расплатой было отдали венгерским долгом. Это после убийства Евгения Щербаня в аэропорту. Угу. Нам передали долги между Украиной и Венгрией. Угу. А кто по-вашему убил Щербаня? Угу. Кто заказал его? Ну, наверное, да, кто заказал. Кто убил, понятно, там стреляли. А заказчики... Но все равно разные говорят. Ну, заказывали его Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко. А вы в этом уверены? Вот потому что тут же оправдываются. Они же... Ну, Лазаренко тоже в Америке. А Тимошенко, в общем-то, политик. Фракция целая. Я был уверен, потому что я был внутри этого. Ага. Я жду некоторых событий, которые произойдут в ближайшее время, которые подтвердят все мои слова. А что-то должно произойти в Украине у нас? Да. На каком уровне? На самом высоком. Подвесим интригу. Что кто-то будет выпадать из политики? Думаю, что да. После того, что будет происходить, думаю, что кто-то будет выпадать из политики. Это большой скандал по линии президентской администрации или по линии Кабмина? По линии Кабмина. Вы нашу знаете, да? Достаточно внимательно следите. У нас сейчас страну поделили на два лагеря. Группа Яценюка. Ну, я так думаю, что он тоже представитель какой-то группировки. И группа Порошенко. Он тоже представитель, получается, группировки. Да. А кого будут убирать, получается? Я думаю, что группа Яценюка. Всю. Частично. У нас туда, по-моему, ходят Аваков, Турчинов, кто-то там еще. В общем, их много. Сбербанк Украины. Пышный. Они, в принципе, не похожи на криминальных авторитетов. А Слай Константиновский похож? Нет. В общем-то, я его часто встречал в спортзале. Он занимается спортом. В общем-то, ведет абсолютно здоровый образ жизни. Вот. Ну, блестит лысиной в парламенте. Все. Все, что я могу сказать о нем. Но многие криминальные авторитеты ведут здоровый образ жизни. Да. Остальных тут сейчас особо не видно, потому что все продержались. Кто куда там. Кто в Монако, кто здесь какие-то связи налаживает. Но мне интересно, что вы сказали, что Кучма никуда и не уходил. Все-таки он является самым главным. Я бы сказал, самым главным олигархом Украины. И все произошли олигархи от него, по идее. Я так считаю, во всяком случае. Поэтому он удерживает бразды правления. Да. И плюс еще связи с Россией все равно остаются. Конечно. Кучма был очень тесно связан с Газпромом. И с теми людьми в Государственном Думе, о которых я вам говорил, о которых я пока называть не буду. Ну, я думаю, что если путинский режим долго не продержится, скоро сможете называть все, что угодно. Ну, вот если путинский режим долго не продержится, я с удовольствием назову этих людей. Скажите, я сейчас растерялся мыслями, честно говоря. От того, что вы рассказываете. Поверьте мне, что я рассказываю 10% от того, что я знаю. 90% я на сегодняшний день просто физически не могу рассказать. Это чтобы не задевать никого еще более высокого? Да. В России. В России, да? Все-таки Россия продолжает криминально влиять на Украину. Конечно. Я в этом не сомневаюсь. Потому что у нас сейчас будет рассматриваться Конституция, если вы следите, да? И президентская фракция достаточно плотно давит на депутатов, чтобы проголосовать ее. А там пункт о особом статусе Донбасса. Это для кого это готовится? Как вы думаете? Думаю, что для России. Ну, Россия понятно. То есть, а кто может быть представителем? То есть, в общем-то, достаточно криминальной области. Донбасс у нас остается. А сейчас он совсем уже. Даже не криминальный. Столшные боевики бежут. Ну, это сейчас сложно мне сказать, как оно будет на самом деле. Посмотрим, чем Минс закончится. Ну, сейчас подвешено все. Видать, будут ждать Конституции. Конституцию будут голосовать до февраля, надо проголосовать. До какого-то числа. И по идее, с этим, по-моему, в Украине с этим что-то очень сакрально связано. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. А кого вы еще из наших украинских политиков можете сказать? Высшего, кто сейчас на плаву. И, может быть, хотя бы присмотреться к нему поплотнее. Ну, тот же Медведчук был связан с криминалом. Он был связан с нами. Достаточно плотно. Тоже заказывал убийство. А кого он убивал? Он заказывал. Вместе с Суркисом они заказывали... Вадима Зиновича Аркабиновича. Есть такой у вас персонаж. Есть такой. Он сейчас народный депутат. Да. А вот на моих практически... Я только познакомился с одним... Тут персонаж был такой, Череп. Да. Его убили буквально на следующий день, как я с ним познакомился. Такое совпадение произошло. А вы не знаете ничего по поводу этого убийства? Я в курсе этого убийства. Но корни идут в Одессу и в Донецк. То есть они его, да? Да. Ясно. А то особо неизвестно было, кто, что, куда. Убили-то и убили. Да. Время такое было, как вы его вспоминаете. Или особо не чувствовали. Не страшно было. Ну как? Было и страшно. Все было. Я думаю, что на сегодняшний день ничего еще не поменялось. Если у вас Лайя Константиновский заседает в парламенте... Он у вас самый большой больной вопрос, я так понял. Да, да. Вы правильно поняли. Вы затеяли все ради, чтобы его разоблачать, добивать. Потому что я читал некоторые заявления Константиновского, говорит, что там Леонид с ума сошел, там что-то сам себе придумывает. Мы даже не знаем об этом ничего. Ну хорошо, хоть он не отрицает, что вы знакомы были. Ну он говорит так, что то ли знаком, то ли не знаком, но во всяком случае открещивается. Ну я думаю, что в ближайшее время для него будет множество сюрпризов. Может у вас какие-то вопросы по Украине есть, что здесь происходит? Да нет, я в принципе все отслеживаю, все смотрю. Интернет позволяет все смотреть. Да, сейчас все проще намного. Ну а ваше интервью, я должен сказать, что на меня тогда так подействовали, что я тогда тоже записал, что Украиной, судя по всему, управляет международная мафия. Да, я слышал это интервью, мне понравилось. Вот, то есть, ну у меня поверхностная оценка, потому что я точно деталей у меня нет, просто по ощущениям, что что-то вот события происходят как-то очень упорядоченно под криминальные разборки постоянно. Ну так и происходит. Ничего не поменялось с 91-го года, поверьте мне. Именно люди не поменялись, да, получается? Да, люди все те же. Ну да, Кучма в принципе был достаточно долго, но я думаю, что он и раньше был первым олигархом Украины. Да, конечно. Ну, что как-то Коломойский сказал, что вот на самом деле Кучма главный олигарх и первый олигарх Украины. А вот вы отказались, вы говорили, что отказались работать с Лазаренко. Вроде бы как он с вами должен был работать по заказам. Ну, Лазаренко хотел, чтобы в Киеве происходили террористические акты, нашими руками сделанные. И мы отказались от этого. Скажите, на ваш взгляд, у нас тут больная тема Майдан и убийство Небесной сотни. По некоторым наблюдениям есть версия, что стреляли в том числе со стороны гостиницы Украина, если вы следите. Вот, и со стороны Беркута. И первые выстрелы говорят, что по вот этой сотне были произведены из окон гостиницы. Это как-то может быть связано с такими заказами? Что-что? Это может быть связано с действиями вот таких групп или группировок, не знаю. Вполне возможно. Чтобы разгорелось пламя посильнее, нужны были много трупов. Я вам так скажу, Геннадий. То, что расследование Небесной сотни не расследуется. Новыми властями Украины. Это уже о многом говорили. То есть что-то покрывается, да? Конечно. Точно так, как не расследуется убийство Гангадзе. Да, кстати, этот просится на суд, которого пожизненно приговорили генерал Пукач. А вы по этой линии его не знали никак, генерал Пукач? А он же тоже относился к орлам Кравченко? Нет, я не был с ним лично знаком. А скажите, а что это было упоминание вот этой орлы Кравченко? У Кравченко, Кучма попросил Кравченко тогда создать свою личную ликвидаторскую бригаду. Он ее создал. Вау. А кого ликвидировать надо было в стране президенту, когда у него все МВД, СБУ в руках? Бери, сажай, кого хочешь. Плюс судьи. Чем ликвидировать? Что это? Дело в том, что эти люди изначально мыслят преступно. То есть они по-другому просто и не могли, да? Да, нет человека, нет проблемы. А посадить человека есть проблема. И будет висеть все время. И будет висеть все время. Вот посадили ее Людю Машенко, а она вышла. А убийство Кравченко или самоубийство? Подавали по-разному. Ну, очень, очень темная история. А это вообще почерк какой-то? Вот человек сидит. Потому что у нас потом он... Председатель Госком имущества погибло. Тоже застрелилось. Из охотничьего ружья, по-моему. Ну, это очень темные истории все. Потом другой председатель Госком имущества выпрыгнул в окно. Неожиданно. Это по какой же линии может происходить? Я думаю, что просто убирали людей. У меня было свидетель, что приватизировали. Потому что вообще связано все это с приватизацией огромных объектов. Да. А как... Сколько платили за такие мероприятия? Миллионы долларов. Что за одно, за два или просто на зарплате? За одно. Да. Дорогие заказы, получается, в Украине. Плюс давали сферы влияния. А что дали вам там или вашей группе? Или группе Константиновского? Как правильно? Я даже не знаю, говорить. Ну, Виктор Семенович Тополов стал министром угольной промышленности. На тот момент. Это был наш партнер. А сейчас он где? Вы не отслеживаете? Я не помню фамилию. Отслеживаю. Он сейчас, в принципе, находится с партнером со Славиком Константиновским. То есть тоже где-то там. А вот этот вот Киев-1 вы отслеживаете? Создан батальон. Из кого это? Из бывших уголовников. Других там нет? Есть и другие. Смешанное все. То есть там же было... Очень много личной охраны Вячеслава Константиновского. А он что, опасается на сегодняшний день по-вашему какого-то покушения? Кто-то может? Не знаю, не думаю. Или может он вышел уже из большой преступной политики? Не думаю, что он куда-то вышел. То есть все эти завязки остаются, они как-то перетасовываются между собой? Да. Да. Такие события в Украине интересные происходят. То есть я так понял, что реформ не ждите, прогресса не будет, пока все эти люди там наверху. Я думаю, что да. А что такая патологическая жадность, что ли? Вы там, может быть, побольше были знакомы? В принципе, сколько человек... Они уже не могут просто назад пойти. А что, начнут всплывать факты? Кто-то будет заставлять что-то делать? Конечно. То есть на самом деле висит огромный компромат? Да. А вы вот наблюдаете там, я не знаю, где-то вы пересекались с тогда еще бизнесменом Порошенко? Нет. Вообще никогда ничего, да? Нет. Потому что достаточно быстрый успех у него был по накоплению капитала. В 24 года уже... Нет, мы пересекались. Знаете, у меня было такое предположение, может быть, вы мне подтвердите, что многие люди, на них записывались огромные предприятия, как на людей, которые носители паспортов, как доверенных лиц. Вы абсолютно правы, Геннадий. И вот эти вот кремлевские же, они что же так имущество раздавали? Конечно. Потому что я смотрю, некоторые олигархи не соответствуют званию нормального предпринимателя. Ну да. Не могли с их интеллектом совершить подобное чудо, там, управлять отраслями или создавать что-то. Но, правда, ничего не создавали. То есть это общая практика вот так вот на паспорта записывать? Общая практика, да. То есть получается, что с вами же тоже получается, что там должны были рассчитаться как по слову? Да, так и было на самом деле. И не рассчитались? И не рассчитались. И вы стали теперь проблемой для них? Да. Все из-за денег. Все из-за денег. Сколько лет вы отбыли в заключении? Семь лет. Ну, я из любопытства спрошу нашим слушателям, будет интересно. А как вообще американская тюрьма? Что это такое? Я сидел в самой плохой американской тюрьме. Это где? Это правит тюрьма, частная тюрьма. Они что, более жестокие или более строгий режим? Нет. Просто если у этой тюрьмы был контракт с федеральной тюрьмой. Просто она частная, если в федеральной тюрьме тратили, допустим, 38 тысяч долларов в год на человек, то в частной тратили 22 тысячи долларов в год на человек. Приличные траты. А условия содержания? Примерно, как в хорошем украинском санатории. Камеры двухместные, одноместные? Двухместные. Двухместные. То есть прогулки? Открытые. Тюрьма открывается в 6 утра. Теплая леска? Все открывается и только днем на час закрывается на пересчет. Спортзал? Спортзал, теннисные корты. Ого. Хорошая тюрьма. Достаточно хорошая. Я поправил свое здоровье там. Какие выводы? Все 7 лет все-таки подумать. В трезвом виде получается. Да. Все равно же мне неудобно 7 лет сидеть. Срок длины. Срок длины все равно неудобно. Но на самом деле, конечно, тяжело. Выводы какие-то сделаны? Я не знаю. Лучше туда больше не попадать, конечно. А вас приглашали на... После того, как вы уже вышли, сделали все эти заявления. Вы вас куда-то там приглашали беседовать? Да. Это ФФР, как оно? ФСБ. Нет, ФСБ это в России, господи. ФБР. ФБР. Это к ним, да? А вы получили гражданство уже, да? Еще тогда. Да. Нет, я гражданство не получил. Я нахожусь в Америке под статусом, что мне угрожает в Украине опасность. Это как политбеженец или как человек под опасностью? Как человек под опасностью. Ну, то есть у вас есть социал, то есть вы можете вести бизнес? Да, да, да. У меня есть все документы абсолютно, все есть. Это типа грин-карты, да? Или что это? Да, типа это. Собираетесь гражданство получать? Да. Или оно там особо не обязательно? Нет, я собираюсь. Дети есть? Есть. А женились вы уже когда вышли, да? Да. На американке и на нашей? Нет, на нашей. На нашей? Все-таки национальности к национальностям идут. Да. Ну и как вам вообще в Америке? К черту этих... Нравится. Да. А в Украину когда-то планируете заехать? Если получится, обязательно приеду. Или после того, как тут все сменится? После того, как арестуют Вячеслава Константиновского. Вот это я сижу, беру у вас интервью, вы столько раз повторили Вячеслава Константиновского, что я уже думаю, мне по башке тут не дадут такие интервью? Не знаю, Геннадий, не знаю. Опасные они получаются? Никому не пожают. Достаточно опасный человек, поверьте мне. Мы договоримся здесь. Надеюсь. Ну я специально это говорю, чтобы если кто-то что-то со мной сделает, чтобы знали откуда коми растут. Что-то еще хотите заявить? Да нет, вроде все поговорили. Ваше то интервью наделало здесь шума, все его смотрели, у кого-то свои картинки сложились в голове, у кого-то пазлы. Ну видите, в суд у меня никто не подал. А вы ждали, что в суд подадут? Нет, я не ждал, я знал, что они будут бояться. То есть просто будут замалчивать? Конечно. Все, что я говорил, я говорил правду. А скажите, а к вам приезжал кто-нибудь с украинского телевидения? У нас тут каналы все это не освещали особо? На меня выходил экспресса ТВ канал. Хотели сделать интервью вместе с Вячеславом Константиновским, чтобы он был в студии, а я по скайпу. Ух ты. Но он отказался, и после этого они со мной тоже отказались делать. То есть они не хотят давать одностороннюю информацию? Ну, типа того. Ну я, кстати, к себе с удовольствием Константиновского приглашаю после вас. Там ему позвонят, у нас есть телефон. Может он захочет дать обратное интервью. Во всяком случае. Давайте попробуем. Хорошо, я ему позвоню, а вам сообщу, как там он, согласится прийти или нет. Во всяком случае, я с удовольствием сниму YouTube канал, проведу. В всяком случае, он мне принадлежит, а не кому-либо. Хорошо, Геннадий. Да, спасибо вам за интервью. Спасибо вам, рад был слышать вас. Да, ну встретимся когда-нибудь в Нью-Йорке. Хорошо, в Украине привет. Да, счастливо. До свидания. Что на меня впечатление, я все время находился в Киеве, тот период времени, который вы описываете. Мы, пожалуй, даже ходили, наверное, по одним улицам, по одним ресторанам, но как-то не описывали. Я даже ходил в свое время в этот Киев-Донбасс, там был спортзал. Такой спортзалчик, да, и клуб. Меня туда привели, и какое-то время я даже туда постоянно ходил. А потом перешел в спортзал Кадакан. К Суркису, да. Да, и получилось так, что вы описываете людей, которые, оказывается, рядом были все. И я не буду спрашивать, насколько это правда, тем, кому надо, посмотрят ваше интервью. Вот, а мы поговорим, знаете, о чем? Вы наблюдаете вообще, что происходит в Украине? Конечно, я наблюдаю за событиями, которые происходят сейчас в Украине. Вы упоминали несколько человек, которые побывали у нас на очень высоких должностях. Каких, например? Например, Галитей, он возглавлял Министерство обороны. Ни много, ни мало. А в ваших воспоминаниях он тоже какой-то соучастник или участник вот тех нелегких дней. Что меня первое интересовало? У нас в гостях Леонид Ройтман, он живет под Нью-Йорком, я так понял, да? В Нью-Йорке. В самом Нью-Йорке, да? А какой район, интересно? В Бруклине. В Бруклине, да? Ага, я ездил туда в Бруклине, был когда в Нью-Йорке. Интересный. А там в основном на русском говорят, да? Нет, я живу в Байолитике, где итальянцы живут. Ага, ага. Как у вас жизнь там? Чем сейчас занимаетесь? Нормальная жизнь, все в порядке, все нормально, тихо, спокойно. Просто а какой бизнес там или что у вас? Мы работаем с Узбекистаном и с Россией. Это поставки какие-то, да? Да. А что поставляете оттуда? Поставляем оттуда хлопковые изделия. Ага, ага. А с Казахстана, да? Да. На Америку? Да, на Америку тоже. Смотрите, ваше интервью тогда, оно и на меня произвело впечатление, которое вы дали в Нью-Йорке, в Север, да? Да. Понимаете, Геннадий, какая ситуация была смешная у нас? В 95-м году Алик Константиновский, Игорь Тарасенко и Юрий Тарасенко были арестованы в Америке. Угу. И после чего у них закрылось удачно все, им не предъявили обвинение, они уехали на Украину. Но Олег Юрьевич Аскмаков, у нас была информация тогда от Могилевича, что его подали в Интерпол американцы. Угу. И так как в нашу группу входили на тот момент Олег Юрьевич Аскмаков, который ее возглавлял, я, Славик Константиновский, Алик Константиновский, Игорь Тарасенко. Угу. Мы как бы делали крышу Киев-Донбассу. А зачем ему нужна была крыша такая мощная? Ну, они-то в тот момент воевали с Донецким. Ага. И Донецкие были у них партнерами в Киев-Донбассе. Мы их выгоняли оттуда. Угу. То есть такое рейдерство было такое своеобразное на то время? Да. А вот мне интересно, знаете, что заинтересовало, что вы рассказывали, что Титан тогда формировался из людей, которые, в общем-то, могли ходить с оружием, и, в общем-то, из людей так преступного мира. Да, такое было тоже. Это при куче, получается. Он дал добро, санкцию. Нет, мы на более низком уровне, на уровне Кравченко получали эту санкцию. А Кравченко давал добро такое? Да. Он же министр МВД был, в общем-то. Что же получается? То есть министру МВД нужны были такие люди, специфические, да? Ну, допустим, я вам объясню, что после убийства Щербаня у нас в офисе в Киев-Донбассе собрались три силовых министра. Ого. Министр МВД, министр обороны и СБУ. Это Деркач тогда был или кто-то? Деркач, да. Это все окружение... Тогда был не Деркач, тогда был Радченко. А, Радченко. Ага. А чего они собрались в офисе и что решали? Три силовых министров. Мы как бы мирили между собой. Грилшпан тогда был президент Киев-Донбасса. И он мирил этих трех министров между собой тогда. А что они делили, эти министры? Ну, много чего тогда делили. Ну, попросту эти большие заводы, да? Шла захват больших заводов. Да, да. Получается, что Леонид Данилович таких людей назначал. Он знал вообще об этом или нет при нем? Конечно, знал. Кучма изначально был связан с преступными авторитетами, такими, как Иваньков. А я знаю, Могилевич в какой-то период даже прилетал в Киев. Конечно. Это был период Деркачей. Ага. Он прилетал в Киев, встречался с президентом. Продолжение следует...